Чай – это один из самых популярных напитков в мире. Он занимает второе место после обычной воды. Однако большинство ценителей чая предпочитает черный сорт – 80% опрошенных. Хотя зеленый считается полезнее. Разберемся, действительно ли это так. Рекомендуем досмотреть это видео до конца, чтобы не пропустить самое важное. Начнем с полезных свойств зеленого чая. Оказывается, отличное средство от усталости. Зеленый чай часто используют не просто для того, чтобы утолить жажду, но и как средство от усталости. Дело в том, что напиток содержит большое количество кофеина, который способствует увеличению гормона счастья – дофамина. Вместе с этим чай угнетает выработку аденозина, являющегося веществом, замедляющим отклик нервной системы. В результате человек после выпитой кружки напитка чувствует себя гораздо бодрее. У него улучшается настроение, он лучше концентрируется на задачах и запоминает информацию. Профилактическое средство при проблемах с почками. Считается, что зеленый чай является средством с мягким очагонным действием. Его можно применять тем, кто страдает от камней в почках и желудочном пузыре. Благодаря содержащимся в чае катехинам, диоретину, теофилину, оказывается возможным более быстрое выведение свободных радикалов. А калий позволяет в меньшие сроки избавиться от переработанной организмом жидкости. Однако диетологи предупреждают, что злоупотреблять зеленым чаем не стоит, потому что как при слишком обильном его питье будут вымываться и полезные вещества – калий, магний и железо. Пейте не более трех кружек в день. Способствует похудению. Напиток содержит большое количество различных компонентов, которые ускоряют естественным образом метаболизм. Также положительную роль играет кофеин, поскольку он помогает активизировать силы организма для получения энергии из жиров. Физические упражнения совместно с употреблением зеленого чая позволяют быстрее добиться уменьшения жировой прослойки на животе. Поддерживает организм в тонусе. За счет антиоксидантов зеленый чай отлично тонизирует организм. Кроме того, этот универсальный напиток отлично утоляет жажду, как в жару, так и в прохладное время года. Снижает вероятность развития диабета. Речь идет о диабете второго типа. Зеленый чай регулирует выработку инсулина, помогает привести в норму уровень сахара в крови. Японские ученые уверены, что у тех, кто постоянно пьет напиток, риск заболеть диабетом второго типа снижается на 42%. Замедляет старение. В зеленом чае очень много полифенолов, природных веществ, антиоксидантов, а именно катехинов. Они позволяют быстрее транспортировать из организма свободные радикалы, которые негативно сказываются на общем самочувствии и провоцируют старение. Также антиоксиданты способствуют замедлению воспалительных процессов. Содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Зеленый чай отличается содержанием. Витаминов А, С, В. Они играют важную роль в здоровье волос, кожи, пищеварительной, кровеносной и нервной систем. Витамин К помогает поддерживать состояние почек, стимулирует обмен веществ. Микроэлементов кальций, цинк, калий, фтор, железо, магний, которые в разной степени нужны для основных органов и тканей. Большого количества аминокислот, их около 20 видов. Они помогают работе мозга, восстанавливают нервную систему, алкалоидов, кофеин. Л-тианин тонизирует организм, а тиабрамин помогает похудению и выведению жидкости. Вредные свойства зеленого чая. Зеленый чай, как и любой другой напиток, имеет определенные вредные свойства и может не быть полезен некоторым категориям людей. Ограничить потребление этого напитка рекомендуется. При заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, язва или хронические патологии в фазе обострения. При проблемах с бессонницей. Нужно исключить зеленый чай во второй половине дня, в идеале за 8 часов до отхода ко сну. При нарушении усвоения железа или его дефиците. Пить напиток нужно не раньше, чем через полчаса после еды, чтобы дать веществу усвоиться организмам. Беременным женщинам тоже стоит отказаться от напитка. Исключить зеленый чай нужно при болезни почек. Или проконсультироваться с врачом, можно ли пить напиток. Также не стоит запивать зеленым чаем лекарственные средства, поскольку содержащиеся в нем дубильные вещества способны снизить их эффективность. В целом же полезных свойств у зеленого чая больше, чем вредных, если пить его в ограниченных количествах. Пожалуйста, цените труд. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и не забудьте поставить лайк. Еще буду благодарен, если поделитесь роликом в социальных сетях. Спасибо всем, кто поддерживает и подписывается на канал. Это очень помогает поддерживать канал на плаву и создавать новые полезные и интересные видео для вас.